Добрый вечер, уважаемые гости нашего музея! Пожалуйста, располагайтесь поудобнее. Сегодня я, ваш экскурсовод, и уверенно, от этой ночи в музее вы получите незабываемые впечатления. Перед тем, как мы перейдем к истории наших музейных экспонатов, следует сказать несколько слов об эпохе классицизма, которые они были созданы. В то время столицы музыкального мира, в Вене, на оперно-театральном пьедестале выцаряется комическая опера «Итальянская буфа» и «Немецкий зиндшпиль». Наряду с камерным оркестром артистам на сцене аккомпанирует клавесин. Этот аристократичный инструмент зачастую изгадал в «Алсинске Бориса», а клавиши мануалов инхрустировали с драгоценными камнями и перламутром. Клавесин украшал салоны и залы богатейших людей Европы и исполнял роль сопровождения оперных речитативов. Во второй половине XVIII века времени расцвета музыкального классицизма оперных жизней при дворе фактически единопично заправляет императорский любимец итальянский композитор Антонио Сальери. Однако со временем в музыкальных кругах все чаще и громче звучит имя молодого австрийского гения Вольфганга Мадея Моцарта. На тот момент автора, среди прочего, довольно популярный опера «Похищение из Серафа». Именно в этот период, в 1786 году, на большом празднике в честь генерал-губернатора Нидерландов, состоялся один из самых известных в истории оперы и музыки оперный поединок Моцарта и Сальери. Состоялось это сражение не по собственной воле музыкантов, а по велению австрийского императора Иосифа II, большого любителя состязаний между композиторами и лебротистами. Оба, и Моцарт, и Сальери, пишут оперу на комический сюжет, связанный с театральным закулисьем. Тема закулисьных интриг на тот момент прочно вошла в число популярных сюжетов комической оперы. Зинкшпиль Моцарта на леброте Готлибо Штефани под названием «Директор театра» исполнила немецкая труппа. Опер-гуфа Сальери на леброте Джованни Батиста Касти сначала музыка, потом слова, исполняли итальянские музыканты. Специально для этого оперного поединка в Роджере и роскошном дворца Шонбрун были высходены две сцены. Одна для опера-гуфа, другая для Зинкшпиля. Посмотрев директора театра, зрители должны были повернуться на 180 градусов и оказаться лицом к другим оперным подмосткам. Победа тогда досталась итальянцу Сальери. Его одноактная опера была наполнена многочисленными алюзиями на известных персонажей, на популярную музыку. Так, например, поэт напоминал слушателям известного лебротиста Лоренцо Дапонте. Фигура графа Луи, заказавшего оперу в четыре дня, указывала на императора Иосифа II. Еще один предмет сатиры – Каспрат Маркези, известный исполнитель оперы Сарти, а я из которой цитировал Сальери. Дорогие друзья, время работы музея подходит к концу, и в завершении нашей экскурсии в вашем внимании предлагается «Увертюра» и «Запрессалье» и сначала музыка, потом слова. Маэстро, прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Ах, мы вас сегодня ждали, Нам говорил так много про ваш талант Грахмули. Ах, он так о любви везде, И я его покорил от своих лукала. Сомневаться не стоит, пока я только делаю. Вы помолчите, как раз надолгою мой Грахмули, И я нужна непременка, Ведь он решил за этот фестиваль Представить новую копию. Да-да, мы очень рады нашей встрече. Расскажите, что и где вы дели? Ах, мой папа, Я много исполняла прекрасных опек Во всех театрах вперед, И в памяти меня спричат навсю. Ты не веришь, и на поле мне сказала, Что яеве в небе грая По вскоре пергала. Вы что и где? Ты не оставляю, тише! Расскажите нам! Кто, куда праздник? Скажите, вы его кого-то? Я – нет! ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Что отправится эта мать, я обгадающее стуле. Тогда давайте исполним стену, Которую должен я один сверить. Приклась, я на него, я тут же твоя деда. Отлично! Посмотрите, как странно. Я не буду сидеть на стуле, Как же ты шпунг и стукну? Я помогу вас. Хорошо, но там же больше весований. Я увольте. Где секреты по ней просьбе? Вот прелестные девки. Но я с другой стороны. Но где же о нем? И где супруга? И все странно. Вот это приводит нам, а это будет важно. Вот это ленка. Вот здесь мы рядом с вами. Да, отец, мы здесь. Вы нас создав. Все тягины, с огнем лица права, А мы не выребенок нестолгостый. В этот раз в рамках доменди, Не стойте ложа. Вы же молчу думали. Я ночеваю в небо льде, Стойте тяжелые кожи, Упитые. Мне больно не засмеяться. По своей коленцией, Будем с воскресеньем. Как saves немольких. Выюда неудобные создания, По смерчкам необъятным, Будем создания неловким И очень любительным. Как ни Sonic buena, По миному году была высокой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКО Carolyn СПОКО LOUsil СПОКО웠 Субтитры подогнал «Симон» 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 Звучит музыка. 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 Звучит музыка.